Дорогие друзья, добрый вечер Для гуманной педагогики такие понятия, как проводить урок, не существует Урок дарится, урок ставится Но просто проводить уроки, значит, избавляешься, бать без родомов Гуманная педагогика вообще, это не наше изобретение, не мое, не ваше Она всегда была, и в школах, и в умах людей Она и сейчас есть, и в школах, и в умах людей Она и в будущем будет Если даже нашего движения не будет, она была, есть и будет Мы просто умножаем, усиливаем эту педагогику, расширяем грани этой педагогики В общем, наша задача, чтобы как можно больше стало учителей таких, которые любят детей, любят жизнь Многие думают, что это очень простая педагогика Надо просто детей уважать, не кричать, не унижать, не мыгорять А может, дуэт не ставить И это уже гуманизм, доброта Но истинный гуманизм не в этом заключается Вот я вижу свою тень Вот моя тень Сейчас так Доброта, чуткость, не кричать, любить ребенка, это тень гуманизма Тень Это не суть А суть я Во мне А что же во мне? От которого идет вот эта тень Вот что Умен Тот человек, который ищет в себе свое бессмертие Умен Отсюда и гуманизм Так? Умен Это смертник, который ищет в себе свое бессмертие Ищет в себе Бога Ищет в себе опору духа Смысл жизни ищет в себе Человек, который находится в этом поиске Находится Он называется по-санскритски ум Отсюда идет понимание гуманной педагогики Это не просто не кричать, не орать Если нужно, кричите Если это поможет ребенку, чтобы познать себя самого Там, где подключится И на ваш крик сейчас поможет ребенку Да, осознать, что он есть Тогда кричите Ругайте Вызевайте родителей Но мы не знаем, что этими способами Такие вещи не происходят Так? Учителя Задача ущелья гуманной педагогики Не в том, что давать детям знания Давать знания Это очень мало Мы должны зародить в ребенке Ответственное отношение к знаниям И как будто посвящаем детей С одной стороны, даем знания тоже Как будто берем клятву Что они эти знания будут применять в пользу чего-то В пользу создания самого себя Хотя бы Наша задача Чтобы от рождения До тех пор, пока ребенок находится в нашей воле Распоросуем нашу образовательную меру Помочь ему Заглянуть внутрь себя И так искать себя для людей То, что я есть для людей Это внутри меня И что я могу дать вам Или что вы можете дать мне и другим Это внутри вас Никто этого извлекать из меня не будет Только пусть кто-то мне, как ученику, поможет Чтобы я задумался Правда, с чем я пришел С пустыми руками, ни с чем-то Если только Вам не возникнет вот эта мысль Значит, я уже на пути умен Учитель, значит, совершает гуманную педагогику Отношение меня Вы понимаете сложность этого понятия Это не то, что обнимать детей, целовать, улыбаться Это тень Так В этих поцелуях, обятиях или строгих рычаг, наставлениях Надо, чтобы ребенок познавал себя И искал тропинку к своей душе В своей сути искал тропинку Это очень сложный поиск Не огражайтесь, пожалуйста Так Ну, может быть, в этом зале Вот много народов Мне сказали, около 700 человек Я не знаю Все 700 уже нашли свои тропинки И крепко стоят на этой тропинке Никто не сможет сворачивать их вправо-слево Так Это уже вам судить Мне уже в моем возрасте Ничего Я уже как-то там нашел эту тропинку Все Все это меня отошло Всякие заманчивые такие предложения То там, то сам Все это прекратилось Тот, кто находит свой путь Свой путь Так То есть путь поиска самого себя Тому ничего другого уже не манит И он становится общественно полезной личностью Вот такова классическая суть гуманной педагогики Классическая Не только гуманной педагогики Всякого классика Особенно Меня манит Особенно Сковорода А ведь я найду, знаю Маленький томик Который мне издает Наши антологии Притча изумительная По мне есть такая притча Как Муж с женою Затем Построить хату И построили Но забыли, что Ну, надо было и окна оставить А там темно Стало Думают, как нам занять сейчас там свет Как сделать? Наверное, надо на улице Когда надо подобрать свет Берут меха и обоняют солнечным светом Так и бегут в бейсерах в хату, чтобы там свет принести Но светом нету Так они старались и так, и сяк Даже решили на горе подняться И оттуда свет принести Но проходит один, он смехается И говорит, я научу вам Только дайте мне кусок хлеба Ему дали кусок хлеба А он сказал А ты бери кирку и бей по этой стене Бей, бей, и переговорю Свет, свет пресносущий Зайти в мою хижину Осущай мою хижину И он бьет, бьет, бьет И он, в конце концов, там образовалась ниша Открыло что-то И все Когда приходит свет, тьма уходит Вот это и есть Поиск самого себя Так, если кто-то сейчас находится в заблужении А мы находимся Может быть, я тоже нахожусь в заблужении В каких-то вещах Это нельзя исключать Но если я нахожусь в поиске Как только придет ко мне свет Заблужение уходит Вот такое-то явление И это кладется в основу Всех наших чтений Почему наши чтения так называются странно? Улыбка моя к детям Почему мне не прожить жизнь Керами духа Как любить ребенка Чтобы дарить ребенку искорку знаний Учению надо впитать море, света и так далее Так, без сердца, что поймем Вот какие наши цены Все направлено Чтобы К тому, чтобы все понял Понял К чему надо вести детей И к чему надо самому тоже восходиться Вот такая задача стоит Перед гуманой Поэтому Обычное понимание слова Гуманс Ввергает в заблужение Человека Все гуманны Что множество Все Ну любят детей Почему не гуман? Любят детей Уважают детей Так? Ну урок дают и Инного творчеством занимаются Ну а что такое Был еще гуманизм? Это те А суть Направ ребенка на поиск Своей вечности Помоги в этом И этого никто не делает Кроме тех учителей Которых вы очень любили И которые, может быть, порешали вашу судьбу Бил у вас хоть один любимый учитель Один У кого-то Вроде меня Один Не всех Восемься Учителей я любил Не семься Честных было Вот ладно Одно И это одна Учительница Спасла меня Одна Это называется Учитель от Бога Кто-то Действительно Рожден от Бога А кто-то всегда Творил таким И то реально И это реально Каждый из вас Может сотворить себе Учителя От Бога Смотря как трудитесь Какой ответственностью К чем ведете детей Себя К чему ведете И я В своей жизни В своей деятельности Смогу сотворить себя Учителя От Бога И это будет мой подарок Богу А теперь урок Хорошие мои друзья В главной педагогике Зародилась вот такая идея Объективной Педагогической реальности Не существует Кто-то Как не существует Да нет Объективный Педагогический процесс Не существует Вообще Сколько у вас Здесь В партере На галерке Сколько у вас Видите Каждый из вас Строит вокруг себя Свою педагогику Не мою А Свою Наши педагогики Может похоже Чем-либо Может Мы исходим Из одного Принципа Но тем не менее Я творю Вокруг себя Свою педагогику У меня Свой опыт Чуть больше Чем у вас Правда? Значит Мой опыт Здесь Отразится У меня Дурной характер Хуже Чем у вас Отразится Это тоже Так Я начитанный Вы малоначитанный Отразится Это Вы любите Дети А я их не люблю Отразится И получится Что Вокруг меня Я им Эманирую Своё Образовательное Боле Кому-то Здесь Будет Хорошо Из моих Учеников Кому-то Будет Плохо Вот почему Одних Мы любили Учителей Очень А многих Мало Любили Даже Недолюбливали Неких Учителей Било Такое Вашей Жизни Вот Не учителя И сами Сами Било Но Чтобы Этого Не Било Вашей Жизни Вот Поэтому Эти Чтения Все Это Движение Вашей Жизни Было Все По-другому На Что Строится Главная Опора Гуманной Педагогики Обычная Педагогика Строит Свою Опору На Программы На Учебники И на Некие Научные Основы Называется Научная Педагогика Педагогика Науки Есть Но Она Очень Мало Вот Столько Науки Педагогики Очень Мало Но Зато Педагогике Есть То Чего Очень Мало Во Всех Других Науках Мудрость 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 На Науке Это Может Быть В Науке Педагогике Есть Мудрость Мудрость Чего У Учительского Сердца Вот Где Надо Будить Гуманную Педагогику Сердце Она Там Начинается Потом Оборбанкается В мозгу И Потом Мое Тело Мое Движение Мой Голос Мои Руки Уже Начинает Твориться Здесь Чудо Так Но Сперва Надо Чтобы Здесь Белое Штока Два Любов Препленность Была Здесь Терпение Было Здесь Потому Дети Разные Они Могут Весь Меня Из Терпения Могу Накричать На Грубе Все Могу Так Но Я же Учитель Я еще Хочу Стать Учителем От Бога Я еще Мастером Хочу Стать От От Бога Так На Кого Опериация Гуманная Педагогика На Учителя Великий Лихачо Я Не раз Повторял Эту фразу Может Перед Ван Тоже Когда Ты Сказал Хочу Еще раз Повторяю Что Везер Крепельцы Это Дмитрий Лихачо Совесть Тогда Россий Он Говорил Очень Просто Ну То есть Степень Что Не Преклониться Перед Нельзя Где Хорошие Учителя Там Хорошие Ученики Чего Еще Проще А ну Скажи Наоборот Где Нехорошие Даже Мне Неудобно Это произнести Но Это же Ясно В школе Хорошие Мои Друзья Давайте Будем Честны В отношении Сами В себя Очень Много Учителей Троечника Очень Много Кто-то Может Даже Двоечники Ходят С дипломами В школе И Они Им Направят Дод Или дадут Урок На двойках Тройках Дети Будут Ставить Твойки Тройки Ну И пятерки Тоже Отсюда Кто Виграл То есть Кто Проигрывает Ну Конечно В первую очередь Общество Проигрывает В первую очередь От Рождествен Учителей Надо Ждать Такого Же Уровня Учеников Где Хорошие Учителя Хорошие Ученики А где Где Совсем Так Жители Тоже Так Учеников Это Субъективный Мир Это Горько Это Эскитация Субъективный Как На этом Субъективном Мире Выстраивается Наука Я Сам Учеников Я Тоже Написал Диссертацию Кальдатскую В этой Сфере Потом Пару Лет Прошло Я Слав Виде Что Оказывается Я Написал Что Науки Нет Наукообразные Случения Есть А Науки Нет Не только Игра Пока Артис на сцене Я Перед Детьми Играю Играю Чтобы Их Приманить Заманить Приохочивать Заинтересовать Зажечь Возбудить К тому К чему Я их должен Отвести Я обязан К этому Государствовать Вот этого Так Я должен В университете Дорогом Это уже Необязательно Профессору Кабетра Стоит И те Которые Пришли Они Сами Вибрали В университет В факультет Вибрали Сами Добровольно Вибрали Если не хотят Они уже взрослые Пусть уйдут Вот двери Открыты Пусть уйдут Они студенты Меня обязаны Приохочивать Приманить И так далее Они же Сами В школе В школе Мы должны Именно Сделать так Чтобы детям Хотелось Быть рядом С нами Если профессор В университете Тоже сделает То же самое Отлично Будет Но он Не обязан А ведь Обязаны Поэтому В этом здании В этом пространстве Те Которые Несут Здание Называются Профессорами Доцентами Преподавателями Так В школе Преподавателям Не место Не место Не преподаватель Какой Преподаватель Преподаете Скажи Кто-то А ведь Я не Преподаю Я учу Это другой Процесс Учить Преподавать Могу Закрытыми Глазами Не смотрю На тебя Шумишь Что-то Читаешь Это Тое Дело На экзамен Придешь Потом Аж Не могу Этим Заниматься Урок Это Особый Феномен Жизни Учителя Жизни Ученика Не знаю Вы этим Занимались Или нет Когда Лежу Но Я взял И сосчитал А сколько Уроков Проходит Ученик С первого Класса По 11 Тут знать Еще не знаю Наверное Надо прибавить Еще уроков 800 Или что-то И будет Примерно 11 тысяч Уроков В 11-летней школе В первом классе Это будет 620 уроков В втором Семьсот С чем-то Прибавляется А потом Чуть-чуть-чуть Так 11 класс И получается Примерно 11 тысяч Уроков В жизни Вообразите Что это Есть Ну Что сказать От Киева До Володя От Скоростной Поезд Аж Пал Воложен Это уроки Все надо Пройти Проехать Перебегать Через ней Не получается Урок Некая тайна Само Слово Урок Опошляется В науке Форма Организации Учебного Процесса Это Очень Просто Хороший Учитель Вовсе Не думает Учебного Бога Для него Это не форма Никакая Не форма Организации Тем более Учебного Процесса Где Образовательный Процесс Воспитательный Процесс Развивающий Процесс Где Эти Самые Важные Процессы Пропадают Тогда Если Это Учебный А если Я буду Ввести В голову Что это Учебный Процесс То И требую Реводить Одно Слушайте Внимательно Запомните Завтра Выучите Буду Визвать Отвечайте Дневники Готовьте Пожалуйста Кладите Настав Мне Дневники Есть Урок Есть Обучение Если Образование Образование Воспитание Развитие Уроки Тогда Как им будет Вот Такой Вот Этот Процесс Как Назвать Этот Процесс Целый Почему Дети Приходят В школу Ну Первоклассники Знают Почему Приходят Они Хотят Жить И Думают Что В школу Сейчас Пойду По духу Буду Жить Надо Статус Хочется Менять Поэтому Дошкольник А Дошкольник Так Совершается И Дети Правда Еще Школу До школ Еще Месяц И Они Уже Дома Ходят Со своими Ранцами Сумками Книгу И Опережая События Учат Буквам Читать Считать Они Приходят Дни На Нулевом Уровне А Уже Многое Знают Многое Жить Хотят Они Жить Но Мы Им Жить Не Даем Мы Зарами Говорим Не Надо Жить Это Потом Сейчас Будем Готовить Тебя Для Жизни Вот Тогда И Начнешь А Для Жизни 11 Должен Терпеть А Кто Вообще Терпит Те Которые Заключенные Они Должны Терпеть А Что Им Дело Другое Так Хорошо А ну Ка Спросите Начали Шестого Класса Вот Три Понятия Рай Так Радость И Тюрьма Что Я Школ Из Этих Трех Вот Психологи У вас же есть Психологи В школе Правы Тут Такие Опыты Чтобы Вам Сказать Учите Будьте Осторожны Дети Думают Что Ваш Подход К Детям Это Тюрьма Вы Надзиратель Надо же Сменить Позицию Сразу Да Но Мы Эту Правду Не Хотим Знать Мы Воображаем Что Дети Нас Очень Любят Они Хотят В школу Ходить Хотят Учиться Подстегиваться Кнут И Прямик Надо Держать Наготове Подстегиваться Иначе Не годится Вот Мы Вот С Таким Воображением Идем К Дети Урок Не Есть Форма Организации Учебного Процесса Давайте Спросим Ушинского Вообще Мои Хорошие Все Готовы Угалерки Научитесь Пожалуйста Разговаривать С Ухом Лискин С Ушинь С Пестолотцем С Корчак Разговаривать Возвите Кого-либо Из них Как своего Учителя Вы же Ищите Учителя Или же Думаете Что вы же Сам Учителя Вам Никто Уже Больше Не нужен Так Берите Какой-либо Ну Кто вам Близко Педагога Так Сажать Он Мой Учитель Читайте Его Труды Так И Попытайтесь Стать Сухом Лискин Там Где Вы Находитесь Что Потеряете Неужели Кто-то Что Потерял Если Вас Заминит Я Сухом Лискин Хочу Жить Как Он Он Отдавал Сердце Детям Вот Я Буду Отдавать Сердце Детям С Такой С Таким Со С С С Такой Любовь Радость Как Вот Этого Я Буду Делать Будьте Сухом Лисками Там 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 Ушинскими Там 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 Будьте Хорошие Мои Друзья Вот Запад Близко К вам Так Не думайте Что там Все у них Образование Так Прекрасное Что вам Больше ничего Не остается Как украинских Все принять Если все Школы Украины Будут Выстраны По Сухом Лискому Мир Ах От Того Уровня Воспитания Что у вас Получится Если Все школы По Ушинскому Мир Размит Рот Так И Надо Будет Смотреть Это Неужели Так Так Но Мы же Этого Не Дет Повем Все Чужое Нравится А свое Одное Которое Могли Другим Показать Подарить Подарить Какая Вадовская Вадовская Школа Исчезает Не знаю По сравнению С Павличской Школой Я не Не знаю Школы Я знаю Порто Цены Эти Школы И вот Этот Удивительный Константин Дмитрий Чущинский У которого Я Как Первоклассник Учусь С ним Разговариваю Читаю Размышляю Разговариваю Правда Разговариваю Когда Разговариваете А то Это Придур Он Сказал Дети Не Готовятся К Жизни Они Уже Живут Что Еще Сказать С тобой Если Вы Учител Поймут Это Классик Вам А я Все Готовлю Детей К Жизни К Классик Говорит Дети Не Готовятся Ты Можешь Возовремя Готовишь А Чем Готовишься Тем Кто Даешь Знания Чтение Письмо Жил Математику Физику Они Завтра Позор Исчезнет Многие Науки Которые Сейчас Становятся Науками Завтра Не Будут Многие Науки Будут Синтезированы К К Этому И стремятся Науки Объединять Объединиться Многие Специалисты Говорят Исчезнут Лапши Спустя 10-15 Лет А мы Это Называем Фундамент Подготовка Жизни Может Даже Сколываем Будущую Жизнь Наших Детей Они Готовы Им Нужно Сейчас Жить Как Надо Сейчас Жить В школе Знаете Мы Не Знаем Что Будет Спустя 20 Лет Когда Мой Ученик Уже Станет Правителем Жизни 40-50 Год Это Чьи Годы Это Их Годы Я Не Знаю Как Это Будет Там Жизнь Но И Не Могу Разгадать Это Кто Мог Разгадать Что Произведут Советским Союзом В течение Одной Ночи Неужели Кто-то Уже Планировал Что Завтра Пройдет Вот Этот Развал И Все А Нас Готовили Для Вечной Такой Союзной Жизни Вечной Передо мной Осталась Разбитая Каринта В какой Жизни Вы Готовите Детей Своей Я Капиталистическое Не понравится Вашим детям Это слово Капиталистская Жизнь Светлая Капиталистская Жизнь Не понравится Изучим А может Именно сейчас Надо дать Жизнь Но в этой Жизни Ложить Дух Который Не будет Лечь Как Обидно Наступило Будущим Образ Как Убьет Это не Став Вот Сейчас Вложить В ребенку Стараться Вложить Это Не только Эти предметы Знания У меня Наверное Это очень Просто Доводить Знания Учтите Это Очень Просто Если Даже Не любить Детей Не уважать Их Так Не без творческих Берите Технологии Берите Уже Поврочные Разработки Повторяйте И на тройках Все Осуют Ваши Стандарты Все И можете Сказать Вот мои Ученики Сдают ЕГЭ Поступают В ВОЗ И так И будет Так И будет Но Может Бить Я действительно Буду Которые Детей К жизни Кто Которые Которые Он и мечтает О Котове Так Поэтому Ему Нужны Две Вещи Может Даже Одно Одно Мечто Вложите В нем Или Будите В нем Взращивайте В нем Чувство Благородства Чувства Великодушия Бессмертные Стандарты Будет Хорошая Жизнь Моё Благородство Ветер Время Будет Дурная Жизнь Моё Благородство Моё Великодушие Ветер И все Это Так Большей силы Мне не нужно Дайте мне Благородство Великодушие И Хорошие Приму Достойно И Плохое Приму Достойно Хорошие Будут Ищут Дальше Вести Преумножать А безобразные Направлю Прекрасным Вот что Сделать Во мне Если Будет Укладываться Во мне Вот эти Чувства Урок Должен Иметь Свою Атрибутику Атрибутику Чтобы Он Выпадал Эту Роль Так Первое Красивое Имя Урок Как Аккумулятор Жизни Детей Назовите Какое-то Имя Вот Этот Сегодняшний Урок Ни Глобой Ни Складение Ни Шот В пределах И так далее Ни Закон Ни Утона Нет Это не красота Это голая Правда А голую Правду Мы с вами Тоже Не любим Так Почему Милые Женщины Перед зеркалом Украшаются Всегда Стоите Стоите Вот так И реснете И плачешь Почему Да вы видите Пожалуйста Голую По улицам Не сделаете Правда А почему Приукрашиваете Себя Потому что Людям Было Хорошо Увидев вас И вам Тоже Было Спокойно На душе Не мешать Другим Надо Господня Какую-то Молюшенькую Радость 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 Каждому Так Урок Нуждается В имени Своем Кого-то Просит Учитель Назови меня Чем-то Назови Так Урок Со своим Именем Красивым Заманчивым Это Начало Именем Наши дети Право Знать Что Вы Хотите От него Получить На этом Уроке Почему Заставляете Решать Принимать Читать Писать Зачем Это Делаете Именем Они Право Спрашивать Что От вас Хотите Урок Законится А дальше Что Их Хотели Я думаю Что Имеют Право Так Надо Же Эту Адармотику Тоже Приложить Урок Это Называю Лейтемотивом Урока Лейтемотив Чему Подчиняется Этот Урок Я же Должен Взращивать Какое-то Чувство Какое-то Отношение Какую-то Мысль Ребенка Взращивать Должен Вот Этот Лейтемотив Я должен Представить Ребенка Назову Вам Таких Лейтемотив Вначале Белослово Скажу Ребенку Вначале Почему Вначале Белослово Не знаю Но Мы должны Сейчас Научиться Трепетному Отношению К слову Трепетному Не просто Слова Будем изучать Отрепетное Отношение К слову Осторожнее Отношение К слову Ибо Вначале Оказывается Белослово И буду Напоминать Решая Любую Грамматическую Задачу Или чего-то Что было Вначале Ребята Слово А сейчас Надо Подобрать Слово Которое Только В этом месте Можно Ставить Ибо Вначале Слово Белое Надо Научиться Взвещивать Слова Как же Речь Развиваться Иначе Взвещиваться Надо Научиться Глаза Смотреть Тому Для Которого Это Слово Предназначено Ведь Слово Пустое Не Идут Если Слова Говорят Сейчас Много Слово Я Перед Вами Слово Слово Если Не Поток Направляю Кам Это Же Агресс Я Знаю С кем Говорю Пусть Я Украине Они Собрались На Обзинации Международные Педагогические Чтения Они От меня Чего-то Ждут Об Уроке Не Уже Сейчас Я Буду Говорить Сумбурно Хочу Захочу Сейчас Раз Два По-другому Будете Уважать Минуту Две Пять Десять А вот Скажите Пошел А мы Нашли Отсюда Прошел Идите Узвешиваться Речь Развивать Значит В глаза Смотреть Человеку С кем Говоришь Или же Вообраз Того Кому Пишешь Вот Твоя Речь Без Присутствия Другого Не Существует Как Вы Развиваете Речь Громантика Зачем Вам Правильное Произношение Если Не Чувствуешь Человека А это Правильное Прописано Такие Вещи Урок Имеет Лейтмотив Третий Элемент А Другие Не Буду Сейчас Говорить Это Познавательные Единицы И же Хотеть Чему-то Учить Там Есть Чехи Надо Детям Дарить Потом Попросить Наизучив Выучить И так далее Или же По математику По физике Что-то Нарешать Значит Есть Познавательная Единица Или Внутри Какой-то Большой Единицы Стоит Единица Познавательная Как я Должен К ним Обращаться Любую Единицу Я же Вам Забота О детях Мне же Хочется С ними Духовную Общину Образовать Как Мне Любить Неужели Говорите Я вас Люблю 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 Хватит Ли Эти слова Чтобы Они Действительно Поверили Моей Любви Любовь Без Дел Мертва Все Сколько Не любите Кого-либо Делайте Дела Это Так же Как Вера Без дел Мертва Сколько Не говорят Что я верю Верю Бога Что-то Доброе Делай Пожалуйста Вот Самарянин Папа Вы Самарянин Да Помоги Ему Бедному Так Уме Ну Будь Челомудренно Так Зержанное Доброе Чуткое И делай Все это Иначе Твоя вера Мертва Это я не придумал Это Новом Завице Сказано Любовь Без дел Вера Без дел Мертва Как Не любите Вот Возьму Эту единицу Она голая Сейчас И буду Наряжать Наряжать Красиво Чтобы Это Бел Так Форму Буду Придавать Это Вам Во что-то Одену Это Чтобы Мог Показать Ребенка Чтобы Он Ах Увидел Это А что Это И начнется Первая Вот первая Заценка Так А потом Другую Сторону Увидит Моего 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 подарка Третью И Уже Вот Эта Единица Она Не решена Еще Она Еще Не распакована Я Просто Упаковал Так Обязевает Посвящение Когда Глаза Смотрится Заинтересовать Детей Так Вот Так Надо Заинтересовать Делайте Хорошую Упаковку Упакуйте Ваши Задачи И Покажите Им Будет Уинтересоваться А что Там Внутри Правда Давайте Распакуем Сейчас Это Упаковка Это Понятие Гуманной Педагогики Красивая Упаковка Познавательных Единиц А если Красиво Упаковываем Эти Единицы Потом Возникает Задача А как Не их Преподнести Детям Это тоже Красота Закон Гуманной Педагогики Всех Процессов Все Процессы Которые Вы исполняете Даже Красиво Любите Детей Красиво Любите Уважаете Красиво Уважаете Даже Если Возмущаетесь Красиво Надо Возмущаться Все Красиво Вся Эволюция Наша Идет Только Одно Не К изобидию Идем Мы Подумаешь Это Будет И сейчас И еще Больше Будет Не к этому Эволюции Стремиться Для Эволюции Один Закон Красота Все Переходит Из одной Формы Красоты Другой 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 Это Еще Называется Совершенствование Усовершенствование А Этому Конца Нет Этой Красоты Дарите Детям Красиво Все И Будет Принято Дарите Безобразно И Не Будет Принято Будут Конфликты Недоразумения Здесь Упакована Упакована Моя Задача А Сейчас Пора Распаковывать Вот Моя Задача Здесь Сейчас Я вам Покажу Их Вика Приготовила Да Знаете Там Пожалуйста Математическое Чувство Знания Есть Так А Подумывается Распаковка А Я Посредник Так Вот Деть Мои А Вот Задача Что Я Какую роль Должен я Играть Помните Что Сказали Новаторы А Мы Вместе Детьми Идем К Предмету Я Должен Играть Вот Эту Роль А Это Искусство Как Буду Играть С Какими Методами Чтобы Мы Действительно Вместе Шли Конечно Я Уже Знаю Эту Задачу Я Уже Решил Эту Задачу Но Должен Играть Роль Так Как Будто Знаю И Не Знаю Знаю И Путаюсь Как Они С Ними Происходят То же Самое Я Должен Надел Иначе Общение На равных Не Получится Я Играю Чтобы Дети На моих Уроках Потеряли Чувство Игры Часто Говорят Дети Надо Учить Играючи Не Надо Дети Играючи Это Тоже Сухомнист Так Можно Учить Только До Шестилетнего Возраста Это Простите То же Самое Учейский Говорит Играючи Можно Учить Только Самых Маленьких До Учение Должно Быть Серьезным Делом Значит Игра Теряется Нет Это Начинаю Я Играючи Чтобы Дети Не чувствовали Игру Здесь Они Серьезно Сонимаются А я Играю Роль Играю Роль Равноправного Общения Роль Рассе Научителя Роль Научителя Я Это Играю Поэтому Для Дети Я Становлю Страшно Интересным Человеком Хоть Остановиться Ну Сейчас Посмотрим На Нашла Нашли Уроки Один Там Это Есть Да Открывай Открывай Все Хорошо Тогда Значит Название Урока Хорошее Название Красивое Затем Леитмотив Урока Поздавайте Эти нити Упакованы Красиво Или В словах Упаковываются Или В форме Внешние Формы Так Это Распаковка Это И для Распаковки Не нужны Методы Это Название Метод С Какими Методами Решать Задачу Сейчас Вообразите Пока Вот Ищут Вообразите Такое Я Создал Уникальную Упаковку Это Твою Учебник Задача Учебник Вот такая Просто Голая Так Из магазина Продали Столько Привезли Высли Ну Это Если Продиктуешь Это Детям Им Договор В Вообще Почему-то Наши задачи Купли Продажи Построены Да И Еще Кто-то Кому-то Стремится За Столько Времени Как будто Вся Жизнь Только На этом Строится Никакая Фантазия Никакая Радость Открытия Ой Не Учень О Задача Какая Удивительная Не Хватает У наших Автор Учебников Творчества Чтобы Детям Детям Дарить Как Красивые Игрушки Задачи Дарить Методы Какой Не нужен Метод С трудом Создал Такую Упаковку Она Или На Экране Или Славами Описываю Это Столу Долг Создал Эту Упаковку Сейчас Надо Распаковать Методами Если Я буду Классе Стоять Спрошу Ребята А ну-ка Посмотрите На это Или на Мой вопрос Или на Мою загадку А ну-ка Кто Сейчас Порешит Быстро Быстро У нас Мало Времени Руки Не вижу Кто Кто Ага Один Уже Еще Кто Кто Вот Еще Двое Быстро Быстро Ребята А вот Эти Там Что Сидит И Там Они Руку Не тянут Пока И они Они думают Медленно И вообще Только думы Они вот Так Пока Они руку Поднимут Урок Закончится А у меня И времени Хватает А на Четыре Смотрю Надо Пройти Программу Программу Надо Пройти Не Освоить Понятие Осваивать Пропрису Своить Программу Это Понятие У нас Очень Слабое А Пройти Программу Это Да Я могу Программу Пройти Но А ребята Тоже Прошли Они Эту Программу Себе Оставили Так Или Прошли Минуя Программу Что И бывает Откуда Тогда Двойки Други У вас Династибальная Система Кстати На одном Семинаре В Киеве Мне задали Вопрос На Украине Говорит У нас Реформа У нас Династибальная Система Какая Лучше Династибальная Или Пятибальная Система Все Новое Которое Вводится В школах Министерство Или Ван Вводится Или Кем-то Ищет Имеет Только Одну Цель Если Эта цель Решается Все Хорошо Не Решается Все Плохо Как Эта цель Надо Чтобы Детям Было Лучше Чем До Того Пока Мы Ввели Это Новое Образование Новое Мято Было Пятибальная Вводим Династибальную От Этого Жизнь Детей Стала Веселее Если Да Конечно Династибальная Лучше Если Нет Какая Разница Династибальная Пятибальная Двухбальная Или Что-то Я Даже Тогда Посоветовал Украинским Коллегам Они Этого Не Сделали Вы Добрые Люди Зачем Скупиться Если Детям Хорошо Становится Введите Тогда Стоп Бальную Систему Чтобы Сто Раз Вовче Стало Вашим Учеником Вот Всякая Реформа И Ваше Творчество Тоже Направлено Только К одному Чтобы Детям Вообще Общаясь Сами Было Очень Хорошо Хотели Они Вас С Вашими Знаниями Хотели Итак Нашли А там Давайте Сначала Сейчас Пройдем И я Скажу Что Что это такое Там Есть Математическое чувство знания Или же Математика Такую Откройте Математическое чувство знания Уроки Один Уроки Один Там Там Такая Папка Да Откройте В этом Нет Крест Крестиков Хорошо Уроки Один Открыли Уроки Один Там Много Уроков Открыли 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 Кстати Говоря Я Очень Люблю Всех Вас Но Среди Вас Еще Викторию Бак Это Удивительная Девочка Павла Ахиле Может быть Мои разговоры Не так уж Мощные Как Если Она бы Рассказала О своих Уроках Биологии И это Не уроки Биологии А это Уроки Философии О мире О мироздании О жизни В целом Ну и Конечно Биология Тоже Здесь Биология Тоже Знают Прекрасно С помощью Этой Науки Выходят Более Широкую Науку Она Знаешь Такое Упаковка И тому Подобное Открыли Это Да Я не знаю Что происходит Так В случае Чего Там просто В них Начитается В канерах Раз в год Она Вшла Своим Компьютером Я знаю Что происходит Откруйте Слава Подарки Откруйте Ого Здесь Было Чувство Знания Наверное А ну Поверните Обратно Просите Что упражняемся Перед вами Я спрашиваю Есть ли Техника Скажите А это У них Чувство Могут Такое Воздух Знаете Хорошо Откруйте Слава Подарки Оно Просто Читает Картинку А надписи Не читает Понимаете А что Класс А что Класс Не хочет Я бы Небага Не А что вы Наметали Слышь Да Распредставить Присоет Конфютер Слышать Другой Поставить Другой Программу Сейчас Ну, люди меня вот ждут, как-то мне неудобно, просите, пожалуйста, что возьмем задержку. Хорошо, давайте пока лешат, назову пару мяпидом, хорошо? Для этой упаковки и распаковки. Вот один из этих наших методов, который определяется на чувство свободного бибора. Повторите это с понедельника. У кого есть вторые, третьи, пятые, так классик, это пригодится. Войдя в класс, скажите вашим ученикам, ребята, я озабочен сейчас. Спросят, а в чем дело? Откройте учебник на какой-то странице, скажите им. Они открывают. Там стихотворение видите? Да, говорят они. Прочтите, а потом что-то вам скажу. Дети читают это стихотворение и спрашивают, а что вы хотите сказать? Вот тогда надо сказать. Понимаете, в чем дело? Я сегодня должен дать вам и учить эту стихотворение на Иисус назад. Это программа. Это стандарт. Я обязан это делать. Ну вот, Бедовчон, я не могу этого делать. Почему спрашиваю? Да потому что, вот у меня поэтесса сидит, а ты лучше стихи читаешь, чем эти стихи в этом учебнике. А ты так прекрасно читаешь эти стихи. Да. Так, образно, красиво. А ты как анализируешь их. А ты как аплодируешь. У тебя тоже и так далее. К каждому подойдет. Тридцать, каждому скажу. Ты вот такой, ты сякой. А они сейчас не годятся на такое учтение. Для вашего укуса. У вас более завершенный уровень, чем все это. Значит, дети хотят повзрослеть, хотят свободу и удовлетворять эти чувства. А что делать? Я не могу медитаться. Что делать не могу? Не знаю. Они начнут обсуждать. Пусть весь урок уйдет на это. Как будто урока нет. Так. А по сути, речь развивается. Возвышенная речь. Речь помощи. Речь выхода из положения. Это лучшая речь. Это не просто грамматистское порядок, условия и так далее. Лучшая речь, чем они потом и будут жить. Так. После долгого обсуждения. Предлагаю, что они выучат для меня. А я говорю, да, для меня. Но все же у меня останется вот осадок такой. И в конце концов скажут, кто там. Обязательно скажут. А нельзя ли, чтобы мы сами выбрали лучшее стихотворение и то выучили? Это тоже выучил для вас. А вот то самое, которое другое. Что мы сами. Конечно, это у меня и было в голове. Но я не сказал. И я заранее могу сказать. Ребята, это не годится. Давай другой выберется сам, какой хотите. Хорошо. Завтра приносите. Ну, я же должен идти без детьми предмету. И весь урок посвящаю этому поиску. Что нам делать. И сам урок, что нам делать, это жизненный урок. Мы решили такое. Поаплодируют друг другу, что мы такие умные. А на другой день что произойдет? Дети будут дергать своих мам и пап. Где у нас сборники? Какие сборники? Почему нет у нас сборники стихов? Мам, как эти стихи знаешь? А не знаешь стихи? Как это так? Так, и обязательно каждый найдет нечто более хорошее, образное, взрослое, чем в учебнике уже есть. Дети сейчас наберут их на компьютере. Раньше от руки писали. Вклеивают в учебнике свою страницу. Вас это пугает? Кто здесь, который наполнен сейчас вот этим предложением? Вклеивают, и красочно оформляют, и вопросы ставят, и тексту, и слова поясняют, как это будет. То есть методически обрабатывают, изучают стихи, которые завтра приходят. И можете представить, что за урок будет сейчас у нас? Дети не готовятся к жизни. Они же живут. Вот им хочется сейчас каждому прочесть свои стихи. Он же сам себя проявил. Так? Свои вкусы, свои мысли, свои отношения. Сам тормошил маму. Не мама садись выучит, а сам, мама. Пошли купить сборники. И в Еврании. Мне остается провести урок поэзии. Читаем, аплодируем. Читаем, восхищаемся. Удивляемся. Читаем так, и не закончим на этом уроке. Что делать? Ну, давайте попросим урока математики. Он добрый урок. Очень математика, тоже сама поэзия. Она уступит нам в свое время. А потом вернем. И на уроке математики продолжается то же самое. Урок с аплодисментами. Какие двои, какие пятерки, какие тренадцать барьи системы применят сейчас. Дети хотят. Так? В чем-то здесь упаковка. Упаковка в том, что я показывал это стихотворение, как уровень ниже их достоинства. Вот для этого применил. Значит, не возбудил воображение, а солнце более возвышенное воображение, чем до этого было. Это воображение мотивирует, воодушевляет и заинтересовывает. Мне надо еще и сказать, как заинтересованы. Вот они же заинтересованы. Потому что хотели взрослеть и повзрослели. А потом и повзрослели себя. А учитель сидит там где-то и тоже аплодирует. Никаких вопросов не задает. Пусть дети зададут сами вопросы. Так? Не стойте всегда перед глазами детей, когда идет всегда. Задаете вопросы. Не надо этого делать. Иногда отходите в сторонку. Отходите. Вот упаковка, распаковка. А здесь, в конце концов, открыть. Наверное, можно и открыть вадимирские чувства знаний. И это тоже. Вот смотрите. Пока верни обратно, пожалуйста. Вот смотрите. Это уроки развития речи. Так? Обогащение словарного запаса, как мы говорим. Но те слова, которые у них уже есть, для них правда слова? Слова путеводителей. Слова не просто иными речи, а путеводители. На основе слов мысляем, размышляем, решаем, поступаем. Так? Они компасы для нас. Как сказал один мудрец, слова – кораблики мысли. Так? Я хочу подарить всем слова. А вот лейтемотив. Так, урока. В начале первого слова. А урок, как и называется? Подарки. Это не просто работа под словом. Надо развить им речи. Слова – подарки. Я еще скажу. Весь урок уже упакован. Ребята, как будто у каждого из вас сегодня день рождения. Как будто. Так не бывает, но как будто, да? А я пришел к вам в чек с подарками. Получите. Какие подарки мне принести? Вот такие. Хочу подарить. Сколько слов? Скажут три слова. А это первый класс. А это, может, даже октябрь. Может, дети уже пока еще не закончат. До марта длится буквально первый. Это шурка. Понимаете, это издевательство над детьми. Они хотят лететь, как ласточка. Они уже перепрорвали крылья и счет. А мы держим долго, долго, пока они не освоят. Как это начертание буквы, чтения, слоговой и тому подобное. Искусственно. Искусственно задерживаем развитие детей. Я еще говорю. Мы детей разумеем, а задерживаем. Да. Такие задачи я даю иногда в сентябре. Так? И предлагаю. Но как урок начинается еще. Они должны встать. Они должны поздороваться друг с другом. И сказать слово «здравствуйте» очень трепетно. Как не так? Здравствуйте! У вас бывает такое? Это нельзя делать так. Я попрошу, подарите мне это слово, пожалуйста. Пусть звучит в слове «любовь ваша ко мне», а в моем слове тоже зазвучит любовь к вам, моего уважения, моя радость, что с вами встретился, моя спокойствие. Поэтому здравствуйте, ребята. Они скажут «здравствуйте» с улыбкой. Да. Вот как я упаковал три слова. То есть это упаковка. Они это выделили. А это первый, второй, третий класс. Как вы думаете, сама вот этот, как назвать? Как это назвать? Слайд. Вызовет них интереснее или нет? То выдели. И вдруг такое. Потом, ну это тоже объясняю, а потом идем дальше. Дайте сейчас следующее. А сейчас посмотрите. Предлагаю им разгадать слово, которое тут засекречено. Тут же скажу. Знаете, ребята, в вашем возрасте я бы этого не смог. Это были тридцатые годы. А ведь дети индигу, дети света, дети криталистки, или как сегодня Бах нам говорил, да? Вот такие дети. Поэтому я рискую вам эту задачу задать. Разгадайте тайну и щепните мне на ухо. Вот распаковка. Щепните мне на ухо. Какое там? А почему на ухо надо считаться? Да, потому что если этот Саша или Машенька, Машенька встанет и скажет, там записано такое-такое слово. А этот угадал. Кто-то, как это, непоноценный, и кто-то еще не успел за это время это делать. Один встает, разгадывает тайну. А что мне надо с этой задачей делать? Взять и выбраться из окна. Оно уже не годится ни до кого. А я хочу строить уроки, как матрешки. Урок в уроке. Сколько у меня учеников? Ну, сколько и матрешки. Поэтому бегут к детям. Шаг. И вот так нагибаюсь. На портах шесться, жили с водорезяка. Приближаюсь. И прошу. Щепну, пожалуйста. Она. А что ты сидишь сейчас, пожалуйста? А мне и меня. Вот, приходи к себе. Возьмите голову в ухо. Еще книга. Так? Смотри, что происходит. Я близко подошел. Ой, как ребенку хочется близко увидеть своего учителя. Да-то мол, когда вы учили. Понюхать учителя. Понимаете? А на глаза еще посмотрели. Это другое восприятие учителя совсем. А еще дат волнувся я. До ребенка, да? Она шепчет свое, что там записано. Так? А я скажу, слушай. Какые у тебя красивые глазки, понимаешь? Щепну со своей стороны. Это не просто урок. Я не обучаю. Я развиваю. Я взращиваю. Я дарю. Я раскрываю ребенка. Как мне это делать? Будь в унице, не хватит. Но когда скажешь, у тебя красивые глаза, а у тебя мутные глаза, у тебя вот такой взгляд и так далее. Все, ребенок, ребенок сейчас будет начинаться именно вот так вот рассмотреть. А вы мне же сказали такое. А вы просто пошипали здесь. Если она сразу решает задачу, она у меня такая сильная. У меня же матрошки есть урок. Так, урока скажи, нет, это правильный матрошкин. А она правильно решила задачу. Что я делаю? Ввергаю запрещение. Зачем? Пусть она возвысит свои умственные способности. Перепроверяй, переоценяй. А потом еще смелость придет. Если надо, скажу чуть-чуть, я прав, а не вы правы. Надо это сказать. И она встает, догонит меня там, где-то, учитесь. А в чем дело? Я тебе правильно, вам правильно сказали. Я говорю, как ты сказала, так? Ой, прости, пока, конечно, ты права. Конечно, ты права. Извини, пожалуйста, я не открою свою тайну. Не открою. Если я открою, пропадет прелесть урока. Так? И она вернет сегодня дома, дома гордая. Если мама спросила, что била сегодня на уроке, неужели, скажи, ничего не было? И этого события не было, разве на уроке? Над кем он победил? Она победила над учителем. И раз в нем будет маме, раз в маме, знаешь, что сегодня было? Вот это и есть распаковка. Она не только на уроке совершается, она длится долго. Ребенок начнет себя воспитывать без моего присутствия рядом. Вот так шепчемся, иду к другому, быстро, быстро, бередюгаюсь. Что мне стоит за полминуты всех обойти, просто в глаза посмотреть, кто дробится, рукой отойти, что-то шепнуть, со своей стороны тоже. Кому-то намек дать. Вот ей нужен намек, если я скажу, а вот ты начни с этого, а вдруг получится. Потому что ей трудно, не сразу получается. А я хочу слабого сделать сильный. Дам намек. И после намека порешить задачу будет гордое, радостное. А что делать? Радость. Радость познания. Открывает способности. Радость. Открывает шлюзи. Для познания мира. Чем больше будут дети радость познания переживать, это слова Сухомнистского хорошего, друзья. Так и называлась его одна прекрасная работа. Всемогущая радость познания. Пусть воцарится на ваших уроках вот эта всемогущая радость познания. Радость познания. Но сами дети радоваться не будут. Если так, будут радоваться. Если иначе, не будут радоваться. Радость – это не крик, не веселье. Радость – это тихая такая устремленность к знаниям. Вот это и есть радость. Так, хорошо. Это же сентябрь и начало октября. Хожу по рядам, дети не решают. К одному подойду к другому, не решают. Потом, я же играю, я же артист. Ой, ребята, простите, пожалуйста, скажи. Извините, ребята. Это мое забивчивость. Я должен этот файл изъять, а вот останусь здесь. Извините. Дай следующую ручку. Где мне кажется? Да? Вот это задача. Что же я проделал? Почему я ошибся? Якобы. Да потому что это первый класс. Детям трудно читать. Даже во втором классе. Если я в 20 секундаменте буду стоять над головой, я буду читать быстро. Сколько знаков. Я этого прежде всего не добьюсь. Я должен маскировать этот нудный процесс освоения чтения. Как будто чтение мне неинтересно. Главное, считаться. А что там написано? Вот именно нащелкивание моего общения с ребенком и помогает ему познать радость. Так? Когда щепнет мне, это правильно. Я в глаза посмотрю, восхищаться буду, деляться буду, руку буду сжать. Все. У нас уже есть чуточка, вот, прожинутое нечто духовной общности. Завтра еще, еще, еще. И все. Он меня в вас не будет видеть. В вас не придет на мои уроки? Придет. Если ваши дети во сне не видят, хотя бы раз не уйдем и сказали, Марья Ивановна, а я вчера вас не видел, а вот такое и такое говорили мне, и так обласкали меня. И если этого не было, то, пожалуйста, вам еще надо искать терапинку гуманной педагогики. Только вот так. Если вы тоже не видели ваши дети во сне хоть раз в месяц, хоть два раза в году, вы не знаете терапинку гуманной педагогики. Вы о них не думаете, и уроки дать о них. Ну как мне снится, скажем, моё бундо, которое очень пугодум, ум, что надо ставить, он моя забота, а это, этот Георгий, он талант, он тоже моя забота, он, видишь, он, вот, как это, да? Он тянет туда, а тот ощущает, неужели я забота моя, не принудит меня видеть их во сне? А зачем во сне? Это подтвердили, что я оказывается, правда учительным становлюсь. Тот, что дети ко мне и во сне приходят, без них есть не могу. Вот такая смесь гуманной педагогики. Вы разговаривали это? Да. Ставь перед детьми, ребята, понравится это слово. Что мне скажут дети? Да. Тихо скажут. Вообще, ваш голос не должен выходить в коридор. Если директор пройдёт, или зауч, он должен быть с недоумением, а что вообще здесь, в этом классе, кто-то есть? Почему так тихо там? А я знаю, некие уже так кричат, что с первого класса до четвёртого доходит. Крики. И у детей математики там урок провести не может. Тихо, не надо, соответственно, пространство излишне. И скажут детям, вот сейчас это слово, если он нравится, как подарок, произнесён. Но это же великое слово, надо произнести с любовью и нежно. А мои руки зачем? Это руки Расрабовича. А ну-ка, приготовьте это слово сейчас, ребята. Приготовьте и помогите мне, пожалуйста. Приготовьте это слово, чтобы нежно было. И с любовью было произнесено. Это очень могущественное слово. И так... Скажи этому ряду. А теперь видишь, что они услышали прелесть этого слова. Этот ряд произнесёт для них, для этих. Вот так взращивается отношение к сону. Это есть распаковка познавательной единицы. Без моей игры, и этот процесс не произойдёт. Видишь, что я вот даже вот туда, что всё моё тело, движется, подхожу к вам, садись на корнух, и мне 8 в 6 лет. У меня, в общем, что-то болит там. И так... Тем не менее, если вы уже не можете быстро ходить, согнуться в плечах, и вы все на корнухе, не идите к детям, пожалуйста. Не ходите. Они не вам виноваты. Хотя бы сказали, что у меня вот тут подарок, ребята. Ну, просите меня. Вот так я к вам приду. Значит, извинитесь перед ними, хорошие мои друзья. Чтобы они вас сожалели. Так? Ну, просили что-то. Они не виноваты. Иначе вообще дети могут вам здоровье достать. Тот, кто любит детей, если не любит, то больше будет жить. Меньше заболеть. Ваши любящие учителя, меньше болеют. Моя сестра никогда почти не заболела. Я знаю, уже 50 лет, с лишним исполняется ее. Ни разу она не болела. Можете летом, когда нету школы. Там и свет, когда болеет. Это как? Хотите здоровье? Дети могут вам подарить это здоровье. Только дарите сперва. Любовь свою. Дальше следующее. А потом перейдем на другие упаковки. А вот другие упаковки. Здесь же не буду говорить. Ну, давайте. Открутите следующее. А вот упаковка еще, да? Упаковка. Ой, как я мучился. Какие слова? Три слова слова подбираю. Потому что умомысля у меня есть. Во мне же гуманная педагогика, она вынащивает в себе четвертое измерение духовности. У меня слова такие. Смотрите, какое здесь лишнее слово. Я мог бы эти же самые слова, которые сейчас там, составить, сможешь, другие слова. Скажем, потолок, стол, стул, улица, туалет. И получаешь мне слово сердце. Но что я бы сделал? Вся грамматика украинского языка, русского языка, английского построеняет по-харщичему. Читать не стоит те фразы, над которыми должны работать, чтобы грамматику посвоить. А ты там поставь, пожалуйста, вот, берли только один, только один, поможет. Кобзар били, и все будет там. Вся грамматика. Правильно я сказал? Да. Почти, да, Кобзар? Простите. Крусская речь, не такие пятиплюшки, как ухаженный. Русский, русский. Как говорим, так и пишем. Вот и все. И здесь, скажу, разгадайте пропущенные буквы. Из этих букв, только я забыл, снизу вверх или сверх вниз, получится мой подарок. Щеплите мне на ухо. И задача спокойно будет ждать каждого. И этому ребенку, вот этому, который, видите, не в ту году, и этому, который, это речь и Коран, который, верно, где-то, где-то, куда-то, спеши. Так? А я быстро схожу, каждому, второй раз, третий, куда он мне спешит. Нет. Для меня программа не это слова. Нет. Не то, что слова дарю. Общение. Культуру общения дарю им. Так? Дарю им умение любить других. И меня тоже, в том числе. Это дарю. Дарю умственную возможность. Думать, думать, девушка моя, я тут стою, рядом, не спешу никуда, а ты думай спокойно, спокойно. Не буду, не говорите детям быстро, быстро, быстро. Это очень, очень дурное слово для успеха детей. Не говорите никогда, рук не вижу. Если рук не видите, это очень хорошо. Дети думают, знаете, думают. А если рук видите, надо сказать, опусти руки, я ошибся. Потому что задал вопрос, на котором, оказывается, у всех есть ответы. Зачем мне этот вопрос нужен был? Вопрос, то же самое, это лезвий вопрос, то и ваш очерк. Понимаете? Какой вы такие вопросы, вы задаете, дети, покажите и я вам скажу, какой вы учитель. Могу сказать. И вы тоже можете сказать. И так, ну, так же иду, порядок, щепчусь, кому-то руку пожму, кому-то скажу, ну, так нельзя, у тебя другой руку. То есть, завершаю планку, и ты дальше, да? В конце концов, они не раз гадают это, и опять, ребята, начали бегослово. А это слово, может быть, и било в начале, я не знаю. А теперь, когда я здесь вам это слово, очень трепетно. Нравится? Да. И опять мои руки, я вдохновляюсь, дети видят. И они просто так, а ну-ка, дети, я только вместе скажу. Ну-ну-ну. Сами любите, пожалуйста, полюбите вот то, что делаете. Красиво совершаете это. Руки учителям даны, чтобы они играли, как дирижовские, управляющие руки, красиво играли, красиво, как руки балеринные. Вот для этого гидану. А еще так, что они болтали, так дети боялись, а друг. Что произойдет, так? И так, а ну-ка, давайте с вами. Это прекрасное слово. И так, вдохновитесь, пожалуйста. И вместе. Сердце. Так? Хорошо. Снимаем эту задачу. Дай нам математические чувства знаний. Раз нашли. Кто нашел это? Кто открыл момент? Ну, кто открыл? Огромное спасибо. За помощь, за поддержку. Аплодисменты. Всему, всему коллективу огромное спасибо. Ну, как, вам слышно, Галёш? Слышно, да? Хорошо. Сейчас будут другие задачи. Или математика, или математические чувства знаний. Откуда эти карты не уберете? Это у меня, что ли, введение? Да? Опять помогите, пожалуйста. Плохо, а вот дурная, по-моему, какая-то моя. Это вот, я мало знаю компьютер, и поэтому не знаю, что здесь окажут разные программы. Разные программы. Итак, это сейчас будут задачи по математике. Если сейчас найдем задачи. Надо много искать. Мы не математики все, особенно учили в начале класса, никакие не математики, так? И других классов тоже, сами учили математики тоже не всегда все знают. Надо искать, знаете, такие задачи, такие примеры, такие уравнения, которые очень красивые и загадочные. И на которые мы можем продлять в детях и наши паршивые стандарты тоже. Вообще, всякая ваша деятельность, то, что вы дарите детям, должно быть чуть завершеннее, чем стандарты. Вот чёртым скажу вам, стандарты разрабатываются не на уровне способностей детей, а на уровне способностей учтения. Это секрет разработчикам стандартов. Мы так объяснили, что Владимир Александрович, если мы в нижнем стандарте вот это, это и это, тоже участвуем в разработке стандартов, хотя вы представьте, вот девочка окончила детский колледж и тут же пошла в школу. Она что, вы серьёзно думаете, что она может этими стандартами работать в школе? Она сама ведь ничего не понимает. Я согласился, не сможет. Дети страдают от наших стандартов. Их урон вишен. Но если учитель творческий, он же понимает, он же, дети стандарты зависят в планку стандарта. И дети ещё больше принадлежат всюду, куда они будут. Так? Ещё больше. И так я, да, пишу необычные формы задачи. Пока я вам что-то покажу, вот запишите умственно следующее. Говорю детям, ребята, откройте учебник, запишите дневнике, дневника. Назавтра решайте, пожалуйста, этот столбик примеров. Они записывали. Смотрите, какой я фон создал. Они открыли учебник и записали номер завтрашнего домашнего задания. Как будто они закрывают эти дневники и думают, ой, ребята, подождите, подождите. Оставим учебник в покое. Не надо учебник завтра. Хорошо? У меня другая просьба к вам есть. Просьба. Знаете, я где-то вечером не знаю, что Солнце наше, то есть наша Земля вокруг Солнца в течение года пролетает столько таких километров. Не знаю, 90-900 миллионов, что ли, забыл. Простите. Найдите, пожалуйста, в компьютере, в интернете вот эти данные. Сколько километров в течение года пролетает наша Земля вокруг Солнца? А если вам захочется, вичитайте, пожалуйста, а в течение одной сутки, а в течение часа, а в течение минуты, а в течение секунды сколько? Завтра приходите, я тоже порешу себе, тоже найду компьютеры. Так, а может, ты позвонишь мне и скажешь, что ты быстрее это сделаешь специально, ребёнка, чтобы была задача этим. А может, тому и скажу, кто вовсе не интересует, и мало интересуется этим вещами. Ты позвони, пожалуйста, мне, что я, а то я забью, что я такой. Так, и завтра вам кое-что скажу тайное. Им захочется это делать. Там и интернет. Я сажу ребёнка у компьютера, но не для того, чтобы там чем-то развлекался, а искал познавательный материал. Они найдут. Они со страстью будут вычислять. Пусть возьмут калькулятор. Пусть. Это уже наша жизнь, так? И завтра возбуждённые, возбуждённые придут ко мне с этим. Они уже стоят рядом со мной, вот звонок заженел. Они сидеть не хотят. Они просто вот, а у меня, а у меня, а у меня. Урок начался без парка. И за парком сидишь. А вот так. А у тебя, а у меня вот такое получилось, да? У каждого 29 километров ещё что-то, да? 20 по 40 километров. Это что, в секунду, что ли? В течение одной секунды. Вот они тут стоили. Сколько секунд? И сколько пролетели в космосе? В километрах 30 секунд. В течение одной секунды. Философские. Стоим. Все эти три церемонии вот так стоят. Вокруг друг другу показывают. Пусть шумят. Этот шум познавательный. Познавательный. Это радость, познание. В конце концов, ребята, вы вообразите, что космонавты летят в космическом корабле. Их другой, или пять, или десять. Они пересолены в корабле. Что станет кораблём? А тот летит далеко-далеко. А пересоленец. Скажут, что так нельзя, опасно и тому подобное. А раз мы не в корабле сейчас находимся, а что такое наша Земля? 30 километров в секунду пролетаем. И что с нами будет, не знаем. С каким метеоритом столкнёмся. Вот челядинский. Упало лишь нечто. Упало бы на город. Сам город. Город был уничтожен. Сейчас это упало в озеро. А теперь подумаем. Как мы должны жить хотя бы в нашем классе? Если знают, что мы находимся в корабле. Летим в космос. Они садятся. Пусть думают. Пусть потом обсуждают. Это урок математики. Урок математики не только решение задач, примеров. Придором, совсем не мотивированных. Математика – самая лучшая духовная наука. Она выстроит в мире, который не существует. Где мир Лобачевского вообще? Где этот мир существует? Где можно провести на точке сколь угодно параллельных линий в отношении данных. Покажите этот мир. Но для него этот мир есть. На этих допущениях, которые не имеют никакого основания. Просто фантазии ученого возникла философия, новая физика, новое направление и тому подобное. А эта математика строится на допущениях. Допустим, что есть такой мир. Опять загадка. А теперь запишите число для математики. Для тех, которые в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м классах. Вот такое число. 14, 28, 57. Это одно число. Но вот я диктую так раздельно, чтобы легко было мне это предназначено. Значит, 14, 28, 57. Тоже дайте ребенок, детям из учебника некую, ну, для вашего задания, и вдруг... Не-не-не-не, вычеркните это, пожалуйста, в дневнике. Запишите вот это число. Давай, знаешь, не объясню. Я очень удивлен этим числом. Не знаю, что происходит. Какое ни возьмешь число, 5-значное, 6-значное, 2-значное, и делишь на 7, обязательно там будут 14, 28, 57. Или в такой же порядке, или просто менять вместо 28, 14 и тому подобное. Умножаешь это число на какое-либо число, опять те же сами. Они не расстаются друг с другом. Кто-то может объяснить. Попробуйте, да правда или нет, может быть, ошибаюсь. Неделю будут дети заняты вот раскрытием этой тайны. Вот упаковка, распаковка. И каждый урок будет симпозиум по математике. Кто что нашел и к чему приходит. Можно такое делать с вашим. И вам тоже и самому интересно. Вы тоже, если с детьми что-то, познаете себя и саму математику тоже. И детей первой очереди. И там увидите, кто-то правда у вас растет, кто-то математик. Талантлив кто-то в этом или нет. При таком решении. А математик уже уроки, как будто не уроки. Это просто разговор о странном таком числе. 14, 28, 57. Ну, так как мы застопорим здесь. Да, хорошо. А теперь что я хотел вам показать? Если найдем, покажу. Да, да, да. Распакуивайте, да? Молодцы, ребята. Если я нашел где-то, знаете, вот примеры, не один ряд примеров вместе, которые один, как один пример рассматриваются. Вот здесь, к примеру, это все как один. Но по-особому склады эти примеры составлены. И как только нашел это, задумался, а как мне это облагородить? И упаковать. Могу прийти к детям и показать. Ребята, посмотрите, какой интересный набор примеров. К примеру, правда, скажу, одинаковые числа, умножение, деление и так далее. Получается вот что-то. Вам не нравится это? Они скажут, хору нравится. Я пришел с предметов. А я хочу, чтобы вместе с детьми пошли к предмету. Возьму этот набор примеров. Сниму окончание, результат. И скажу, ребята, оказываю, математика тоже есть стихи. Скажи какую-нибудь стихи, пожалуйста, хорошую, которую ты, как прекрасно, читаешь. Кто-то прочет. Вам нравится? Давайте поаплодируем. А это тоже стихи. Это поэзия математики. Если мне не рассказать эти рифмы, рифмы, концовки, так, щепите на ухо, пожалуйста. А в первую очередь предпоследную рифму щепите, щепите. Предпоследную. Специальный, предпоследную. Как решишь предпоследную, если не решишь первую, вторую, третью, все остальное. И в классе тишина. Если у вас есть утонченный слух, так, и увидишь ушами мыслей. Как дети, кто глаза закрыт, смотрят на этот пример, то куда-то еще. Думают, думают. Кто-то с кем-то начнет шуркаться. Вот это и есть радость познания. Они хотят этим заниматься. Они задели уже. Если порешат, шепчут со мной. Кому-то моя поддержка, намеки. Кого-то вербают в заблуждение. И так обычно, и так далее. И в конце концов, рифмы открываются. Вот это и говорит, математика. Есть поэзия математики или нет? Они видят эту поэзию перед глазами. Действительно, эта поэзия вот как? Еще немножко, да? Да. Давайте задам еще вам одну задачу, а потом вопросы. Пока они будут искать. Приготовьте ваши вопросы. Есть такая фигура математики, как квадрат. Этот квадрат уникален для наших педагогических дел. Для развития детей. Вопросы следующие. Я предлагаю детям квадрат на доске. И рядом пишу. Периметр равняется 16 сантиметрам. Они смотрят на это. Я предлагаю. Берите такой же квадрат. Из этих двух квадратов выстроите новую плоскую геометрскую фигуру. Вычисляйте периметр этой фигуры и это шепнись мне на ухо. Я сам эту задачу не решал, не могу решать. Вы как? Вы сможете это сделать? Два квадрата. Берем мысль. Потому что математика это мир воображений. Лучше, чтобы меньше было наглядности, больше было воображений математики. Так чем больше воображений делается, злобочувствием, иначе не могли создать свой мир без воображений. Они решают. Шушукаемся. Кто-то скажет 24 сантиметра будет, кто-то скажет 32 будет, кто-то что-то еще. Я мне давно не взываю и там и другой, и третьего. Это распаковка. И прошу пояснить, я в запутанности совсем. Сажусь по сочинению, и они объясняют. Если два квадрата, представьте так, по сторонам, то внутреннюю сторону уже как перемет не составляет. И получается, одна сторона 4, 4, 4. Всего их сколько? 6. 6 раз 4, получается 24. Вот и перемет снова, новой фигуры. Кто-то скажет, а я подумал, что это не надо бы взять. И так прямо переставил, я ошибся. Пожимаю другую математику. Ну, конечно, Шушука со детями один не ошибнул. А вам какая фигура нужна? Вот это уже вещит, и Наташ, это уже делает вот этот, резьбикаракт. Какая фигура нужна? Как какая? Спрашиваю. Какая еще может быть? И тут объясняет мне, сейчас со мной. Эти квадраты можно приставить друг к другу по сторонам, будет 24. По углам можно приставить. Ломаная вас фигурка получается, будет 32. Но еще третий способ. Их можно накладывать друг на друга. Вы уже не сказали, какая вам нужна фигура. Тогда надо линейку брать и так мерить, иначе не узнаем. А вам какая фигура нужна? Задача решена. Вопрос не будет, был нужен. Вот этот вопрос. Вот такие вещи я называю упаковку задач и распаковку. Ну, в завершение, хорошие друзья, урок заканчивается. Вам, наверное, тоже надоело, как мне когда-то, когда дети говорят, зомоглить голос. Затой, когда меня сонит. Сойти, что еще закончил. Откуда же это ваша задача? Откуда же я тогда и даю что-то, как это наставление. И мне меркаться уже на уроках. Уроки. Мне тоже, я потом быстро вышел из урока, но это надо. Домашний задание. Вам нравится этот процесс? Вообще, за вас домашние задания нравятся вам? Зная, что сегодня произойдет какая-то драма в семье. Мама будет принуждать садить свои учу уроки, дети будут лишены какие-то удовольствия, их не пускать, отпустили, поиграть, что-то, что-то, другое делать. Так? То есть, я задаю задание не на развитие, не на познание, а на мучение, а на конфликты с родителями. А вот по другому надо задать задание. Так? Моя супруга умела говорить, «Привет, я забыла, какое задание вам задавать?» Забыла. Не забыла, планирую, не стоит это задание. Тогда дети, а можно мы сами скажем? А что? Давайте, тогда они изучали Распер, это Барон Мюнхгаузен, так? И кто-то сказал, давайте мы сами, как Распер, тоже будем сочинять такие фантастики и книгу выпусим завтра. Хорошее? Она даже не ожидала такое предложение на завтра. Тети принесли свои рассказы и пока Миша расскажет одну, один рассказ, так? И вы наизусть знали уже этот рассказ и это тоже будет вот радость познания, распаковка-упаковка. Ременок пишет, «Я чистил огурцы». Мама должна была приготовить салат. И вдруг услышал, Я не знал, откуда эти звуки шли. Продолжал чистить огурцы. Опять повторили. Я узнал, что это огурец со мной говорит. Я отвечаю. Я не знаю, что ты мне говоришь. Мама велела чистить огурцы. Вот я чищу тебя. Так что молчу. Но тот опять повторяет это. Я догадался. Оказывается, это не просто огурец. Это прищенец. Я положил огурец на тарелку и пустил из окна. Ведь все знают, что прищенцы приходят на тарелках. Вот из таких рассказов и был выпущен продолжение сборника. И вам попродолжение этого расцвета. Такое тоже может произойти на ваших уроках. Правда? Ваши вопросы. Колерка, есть у вас вопросы там? Давайте я оттуда, мне сообщите вопрос. Или спускайтесь вниз. Как вам долго будет? Как я оцениваю? Хорошо, хорошие мои друзья. То есть оценка, отметка разной вещи. Кто-то об этом уже знает. Оценка – это процесс, это движение. Это выражается в словах, в экспрессии. Вот я улыбнусь теперь, смотря на твою работу, и пройду. Я вот оцениваю. Или скажу. А вот здесь поправлю это. И будет очень хорошо. Молодчина. Словесно. Оценил. Оценку дам. Оценка происходит во времени и пространстве. И внутри есть смысл. Потом, то, что я сказал, это превращается в цифру. Цифра от единицы для вас до 12, так? И ревно получает баллы, скажем. Ну, мне лучше сейчас пятибалльность с ними соображалась. Ревно получает, скажем, тройку. Тройку. Что тройка может сказать матери? Хорошо это или плохо? Ей не хочется тройки, хочется пятерка. Ругать будет. А если двойку поставлю, ребенок не скрывать будет эту двойку, потому что боится. Отец узнает, и там водой боится этого. Так? Или переправлять будет, вроде меня, тоже переправляться. И тройки, и тройки на тройки. Чтобы мама не обиделась, не огорчалась и так далее. Или что-то в этом роде. Так? Это отметка. Отметка никогда не скажет родителям, почему это или двойка, или тройка. В чем причина? В чем не хватает ребенка? Не скажет. Но зато настроить взрослых, или позже ребенка, если это пятерка, или против ребенка, если это нежелательная отметка. Отметка, оценка, разные вещи. Оценки должны быть всегда. И не только мы должны оценивать. Пусть сами дети оценивают свою работу. У меня получилось, не получилось, нравится, не нравится, можно не почитать, можно не выходить. Я еще не так знаю это. Сами оценивают. Так? Это нужно. Оценка качества личности. А вы хотите воспитывать личность. Пусть и воспитывайте оценивание сужения в детях. Что касается отметок, это суррогат. Наши недоразумения. Так? Тройка. Маме не скажи, ребенок не знает того-то, поэтому помоги ребенку в этом. И он будет это знать. Так? Этого не говорит. Отметка, а ребенок всегда оправдывает себя. Если даже двойку получил, скажет маме, мама, это учительница такая. Марио, ты же знаешь ее, она вот-вот-вот-вот и так далее. И мама настроена на завтра прийти к вам и очень строго поговорить. Почему поставили нашему ребенку тройку или двойку, или даже четверку? А мы вчера хорошо выучили. Никому не объяснишь маме, не докажешь. Есть такой суррогат еще. Если ребенок получил на одно стихотворение, за знание одно стихотворение, пятерку, а на завтра двойку, за незнание другого стихотворения, ведь есть учителя, которые вызывают ребенка сегодня, но и завтра тоже. Чтобы он знал, что я не прошу ничего. И двойку получил. А полугодие заканчивается. Что сделает учитель? Будет складывать пять плюс два, и делись на два. Получается три с половиной. И загадка. Что поставится ребенку? Три или четыре. И от того, что доброго сердца будет зависеть. То или другое. Это мы назовем как? Средний отметки бал. За кто этот бал получается? За знание или за прилижание? Ну, отметки ставятся за знание. Ну, получается, за прилижание. Если ребенок знал это стихотворение, а это не знал, эти два стихотворения не разбавляются друг друга. И не получилось, что ребенок сейчас и то знает на тройку, и это знает на тройку. Это не получается. Так? Неужели это не санатно? И я часто пользуюсь по этому поводу, очень таким образом выражением сападных психологов. Это то же самое, говорят эти психологи, что сунуть голову в духовку, ноги в холодильник и сказать, сродняя температура такая. Так? Вот сродняя бал – это одна. Поэтому, хорошие друзья, если вы не можете вообще отказаться от отметок, ну, говорю, что первый класс не ставится, да? Но за то, учите, я, которые авторитарные, они все другое придумывают обычно. Или хорошо скажут ребенку, молодец, скажет ребенку, все, у меня два молодца получил ребенок. Так? Если не можете отказаться от отметок, девальнируйте отметки. И передайте отметки. Скажите, ну, проверь свое сочинение. Или оцени сам то, что сейчас не сказал. И что тебе полагается? Сам пиши в конце тетради, дневник, запиши в журнал, запиши в конце концов. Так? И таким образом, пусть дети владеют этими отметками, чем я. Получила духовная общность. Они что, будут завещаться от отметки? Значит, это с чем-то связано. Или завещанная самооценка, или боясь перед кем-либо. И в том и в другом случае ребенку надо помочь. В первом случае объясню, что эта отметка уж чересчур, ну, оставим сейчас, но на завтра, послезавтра ждут другого, чтобы это закрепилось. Так? Это объясню. Если он боится, тогда надо поговорить с теми, кто напугал ребенка. Почему так? Если не снимете, мы искажим характер ребенка. Дайте детям сами ставить эти отметки. Объясните, за что вам министерство ввели ставить такую отметку, за такую работу, за такой ответ и какую за другую. Объясните это им. И дети быстрее будут двигаться, чтобы познание спокойнее будут, чем в других случаях. Можно такую сделать? Кто запрещает это делать? Авторитарный ум. Больше никто. Еще какой вопрос? Подходим к концу уже. Как? Отметка. Это, знаете что? Это трон сосудистой системы. Где застряли, мы не знаем. Поэтому некие ученики наши иногда кончаются жить суетидами из-за отметок. Не знаю, как Украина, знаю, что Россия в Европе занимает третье место в детских суетидах, в школьниках. Но большинство этих детальных исходов связано с отметками. И, конечно, отметки, когда они непонятны детям, или же они этого не хотят, не знаю, что это узнают и не знают. Так? Вредят и образованию, и становлению личности ребенка. Если он не принимает вашу отметку, какое там воспитание будет? То есть несогласность вам, неприязнь к вам, недоверие к вам зарождается. Хотя я по инструкции работаю. Будьте очень осторожны с отметками. Это, я, наверное, не хочу учти, это жизнь. Я войду с отметками, они у него в кармане, здесь двое, и там пятерки, и там еще какие-то. Это же не залпузный дает отметки, правда? Потому что у него всегда есть. И дети напуганы. Вызываешь ребенка, а он знает, но начинает забывать, челюсть начинает дрожать. Так? Не вспоминает чего-то, видит, из класса вспомнит, а сейчас не помнит. Ну? Санислав, подойдите, пожалуйста, можете пригласиться. Я в следующий раз продолжу этот семинар, хорошо, более углубленно. Но на этот раз, так как, может быть, я не тот, ту плешку взял и так далее. Вот видите, какие добрые стопы, они смотрят с колерки, да, очень добрые. И рука, рука, они машут. Спасибо, что ты повторишь. Они просят, и на этом закончим. Да. Санислав, самый достойный руководитель, гидер Международного режима гуманной педагогики. Его очень любят, ценят, председатель Международного жюри, который награждает. Так что уважайте, если хотите, наград, получите. Спасибо. 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 Спасибо.